Сентябрьское заседание районных депутатов началось с поздравления недавно избранного депутата по 10 округу от Спасского поселения. Ларисе Зайцевой удостоверение депутата торжественно вручил председатель собрания Иван Машкин. Затем народные избранники перешли к рассмотрению вопросов. Отчет о работе управления имуществом и земельными отношениями дала заместитель начальника Алла Китаева. Заместитель главы района по ЖКХ Юрий Журин рассказал о готовности поселения района к отопительному периоду. По готовности образовательных учреждений рассказал инженер управления образования Владимир Пиголов. Мы сначала в отопительном периоде с 29 сентября налажены связь между учреждением и управлением образования, поищевым информациям о главном режиме, а также о случаях улучшения взборных теплоснабжения. И для упрощения оборудования ситуаций в системах отопления, отопления срока службы, отопления приговоров и оборудования, необходимо заключение договоров на обслуживание на постоянной основе. Но и за ограниченным финансированием такие договоры в лучшем случае заключаются только на периодах каждого сезона. Поэтому предлагают заключить в ближайшее 17 годы расходы, связанные с заключением договоров на обслуживание системы отопления. Больше всего вопросов было по ходу доклада главного врача Максима Полинова по медицинскому обслуживанию населения врачами районной больницы. Максим Михайлович постарался максимально осветить информацию о работе специалистов сегодня и в перспективном плане. Одним из ключевых моментов было сообщение о решении проблемы территориальной и функциональной доступности медицинской помощи в отдаленных поселениях района. Мы приняли решение о том, что требуется формирование поездной бригады. Врачебные бригады, да, это врачебные клиники, которые один раз в неделю в соответствии с убежденным графиком будут включать территорию. На клинике деньги сразу же нужно поговорить. Это среда, это среда. Мы анализировали на основании чего определили то, что требуется в среду. На основании анализа посещений поликлиники считается, что по результатам анализа минимальное посещение поликлиники в среду. Значит, у нас появляется бригада, которая в соответствии с убежденным графиком выезжает в территорию и принимает людей. И это практика, которая нам нужна, которая будет продолжаться, которая будет не ставить вопрос. Также рассмотрели вопросы внесения изменений в ряд нормативных документов. Также рассмотрели вопросы внесения изменений в ряд нормативных документов, передачи имущества района в собственность поселений и обращения избирателей. Администрация Петропавловского сельского поселения для оплаты тепловых расчетов по медленной фекции. В сумме 35 тысяч это на поселок Суртилинский. А также в КСК надежда поселка Сурменинский для приобретения костюмов в локальной группе в размере 35 тысяч рублей. В частности, участники Казачьего края, самая партнерная в зоне культуры, я предлагаю отправить 15 тысяч рублей в администрацию Петропавловского поселения для пошивых кастюмов, так как перейдем на все юбилей ПК. И второе, оставшиеся средства, прошу поддержать и направить также в Министерство Петропавловского поселения для проектирования в рамках проекта «Городская среда» проекта по благоустройству дворовой территории микрорайона Рентгарова, сумме 50 тысяч рублей. Прошу вашего согласия для направления 15 тысяч для обеспечения. Прошу его кастюмов для вокального отцена «Городская среда» и 75 тысяч для направления в городскую администрацию для разработки проекта и благоустройства дворовой территории микрорайона Рентгарова. Прошу, принялся на эти глаза. Принято, я вам спасибо.